Увидный город всегда в тренде. Митинги проводим. У нас, правда, для них специальное место есть. Москва. Чаще всего карьера КВНщиков начинается в университетах. Так получилось и у Ильи Синчурова. После окончания вуза он решил организовать собственный коллектив. Мы собрали команду. Она просуществовала три года. Мы стали чемпионом официальной лиги. И после всем известной пандемии команду пришлось закрыть. И мы просто создали ее новую с новым именем, с новым названием. То есть команде в этом году исполнится четыре года, первого октября. Прежнее название «Маме понравится» сменили на сборное города Видное. В данный момент команда играет в международной телевизионной лиге КВН. Коллектив состоит из десяти человек. Но на сцене выступают только трое. Друзья, давайте знакомиться. Это Катя и Никита. Кстати, они брат и сестра. Я брат. Екатерина Кондратьева сначала тоже играла в КВН в своем институте. Принимала участие во многих подмосковных фестивалях. Там и познакомилась с Ильей. Через год он мне написал в социальной сети ВКонтакте. Катя, не хочешь ли там в команду? Потому что у них там менялся актерский состав. И вообще вся концепция команды, вплоть до названия. Вот. И я как-то такая думаю, ну можно попробовать. И попробовала так, что втянулась. И мне до сих пор очень нравится. И тот уровень, который мы сейчас достигли все вместе. 7 августа видновская команда продемонстрирует свой юмористический талант на Кубке губернатора Рязанской области. Эта игра будет проходить в рамках подготовки к четвертьфиналу телевизионной лиги. КВНщики признаются, что шутки рождаются тяжело. И никогда не знаешь, какая придется по душе зрителю. У нас команда делится, скажем так, на несколько групп. Есть группа авторов, которые занимаются именно придумыванием шуток. Есть группа актеров, которые именно эти шутки воспроизводят на сцене. Кто-то совмещает авторство и актерство. Есть администратор, есть реквизитор, есть звукорежиссер. Каждый занимается своим делом. Шутки, естественно, они написаны заранее. Мы выдаем уже готовый материал, который мы репетируем где-то сутки, наверное. Потому что нужно репетировать подачу грамотную. Куда-то там шаг влево, шаг вправо вступить правильно. Чтобы зритель понял шутку. Чтобы он понял, что это сама шутка. Ну и, естественно, чтобы была задорная, смешная подача. Такой вот вопрос. Вы уже на вакцинации сфотографировали. Ой, в смысле, сходили на вакцинацию, потому что нормально? На счету видновской команды уже несколько побед на различных фестивалях. Надеемся, что из очередного кубка привезут заслуженные награды.